На бульваре ветеранов началась глобальная реконструкция. Монтажные и строительные работы идут полным ходом. Уже через год на месте этого огромного котлована появится новый фонтан. Парк ветеранов имеет достаточно большую площадь, поэтому срок завершения реконструкции 2024 год. За это время подрядчик выполнит работы по устройству фонтана, санитарной очистке и озеленению. Этот вопрос особенно волнует активных жителей микрорайона. Я живу на улице Летной, 23. Это дом напротив Кабазара. Проводили у нас работы всякие, все изрыли, все кусты выбросили, что там были, и образовались какие-то пешеходные дорожки. В общем, нам нужно восстановить кусты, деревья, озеленить эту часть. Заместитель главы администрации Кирилл Дунаев предложил мытищинцам принять активное участие в посадке новых кустов и деревьев. Также по просьбам горожан в парке будет установлено освещение и система видеонаблюдения. Конечно, строители организуют устройство малых архитектурных форм. Жители обращаются к нам, часто спрашивают по поводу готовности, по поводу, как будет выглядеть парк, несмотря на то, что вывешена схема. Мы с жителями встретились, обсудили сроки, обсудили визуализацию, обсудили нововведения, обсудили о том, что данный сквер будет уникален. Новую детскую площадку планируют построить уже в ноябре. Пешеходные дорожки и лавочки установят в сентябре. Тогда же завершится и реконструкция памятника Нине Распоповой. Около другого значимого для мытищ памятника дважды герою Советского Союза Геннадию Стрекалову жители округа ежегодно собираются 12 апреля, чтобы почтить память российских покорителей космоса. Бронзовый бюст космонавта был установлен в честь уроженца нашего города еще при его жизни. На обновление этого сквера был большой запрос от жителей. Мы очень долго бились за реконструкцию этого парка. Прямо мысли бились, спросили и обращались к депутатам. Мы все очень много лет. У нас были письма, были отписки. Но наконец-то это дело свершилось. Вот, реконструкция идет. Елена Александрова – коренной житель города в третьем поколении. В районе парка Стрекалова живет уже более 20 лет и душой болеет за этот микрорайон. Она выражает просьбу многих жителей и просит у руководства города внести небольшие изменения в проект. По проекту лавочки теперь стоят на тротуаре. Это не должно быть. Вот пришли бабушки, они о своем прожитой жизни разговаривают. А им по ногам самокаты, велосипеды. Мы просим сделать, изменить проект, сделать вот здесь хотя бы в двух местах карманы для лавочек, чтобы они не были на тротуарах. Подрядчику поручили оборудовать дополнительное место для размещения скамеек. Обновление парка Стрекалова проводится по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Формирование современной комфортной городской среды. Все идет по плану. Контракт у нас двухлетний. Мы для себя поставили цель и пообещали главе закончить его досрочно в этом году. Пообещали к первому сентябрю осуществить выполнение дорожек, закончить всю сеть. В принципе, это выполнимо. К первому числу будет готово. Также к первому числу будет готово освещение парка, система видеонаблюдения, безопасный регион. В октябре подрядчики обещают сделать ограждение парком. Интересуют жители и когда завершатся работы в бывшем здании Неоха. По словам подрядчиков, до середины ноября реконструкцию и ремонт планируют закончить. Этого события ждут не только родители детей этого микрорайона, но и всего городского округа. В новый дом творчества планируют водить внучек и Лилия Потоцкая. Она рассказывает, как сама в 10-летнем возрасте любила ходить в этот парк. Раньше этот район назывался Грачи. Жили мы на Грачах и всё время гуляли в этом саду. Он ещё был садом с яблонями. В этом Неохе нас обучали профессии теплечница. У ПК такое было в школе, да. Поэтому, в общем, мы очень рады, что здание не снесли, что в нём будет детский центр. И, в общем, что сквер сохранили. По словам Лилии, они долго были на даче. А по приезду заметили, что работы в парке заметно продвинулись. Детская площадка в стилистике «Космос» уже готова. Просторная, красивая, с большим количеством горок и других элементов практически не пустует.